Самым спортивным Югспорт считается не только потому, что на объектах крупнейшего спортивного центра тренируются олимпийцы и члены национальных сборных, но и потому, что здесь трудится энергичный и спортивный коллектив. Специалисты всех служб учреждения с гордостью демонстрируют свою физическую подготовку, с успехом сдавая нормы ГТО и ежегодно участвуя в спартакеадах сотрудников. Сила Югспорта в его коллективе. Наша прямая обязанность поддерживать, соответствовать уровню наших именитых гостей. Мы все воспитаны на спортивных амбициях и поэтому это престиж каждого сотрудника иметь какие-то достижения в каком-нибудь виде спорта. Всего в летней спартакеаде участвуют более 300 сотрудников Югспорта из Сочи и Кисловодска. Соревнования в личных первенствах уже завершились и сегодня победителей награждали почетные гости. Среди них российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка на рапирах Инна Дереглазова. Это здорово, замечательно, они ближе к спорту. Я думаю, понимают теперь спортсменов. Это очень хорошо. И пригласили меня для того, чтобы их наградить. Мне также почетно. Я думаю, им будет приятно. Поддержать шесть сочинских команд пришли партнеры Югспорта. Югспорт – это отличная, замечательная компания, которая всегда призывает каждого проживающего жителя и гостя к курорту. Занимайтесь спортом. Для нас Югспорт – это наши партнеры. Подготовки кадров, проведение совместных проектов. После торжественной церемонии открытия спартакеады команды приняли участие в комплексной эстафете и соревнованиях по морской рыбалке. Впереди парусные гонки, турниры по стритболу, мини-футболу и волейболу, а также легкоатлетическая эстафета. Сотрудники Югспорта очень рады участвовать в спартакеаде, стремятся к этому. Это не просто повинность, скажем так, профессиональная, а это действительно желание быть в спорте, быть здоровым, побеждать. Итоги восьмой летней спартакеады Югспорта подведут 18 августа на церемонии закрытия, которая традиционно приурочена ко дню физкультурника. В этот день пройдут финальные соревнования по перетягиванию каната и чирлидингу. Настрой у сочинцев боевой. Цель – завоевать переходящий кубок победителя спартакеады.